МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К нам обратился адвокат Эдуард Вознесенский. Я говорю, что соскучился, дорогая. Он утверждает, что его жена во время соединения превращается в демона. У мужчины есть какая-то возможность защитить себя? Я уже начинаю переживать за свою жизнь. Я не думала, что так все получится. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро. Привет. Присаживайся. А где Марина? Да скоро будет опаздывать. Странно. Она обычно никогда не опаздывает. А может, у нее кто-то появился? Может, и появился. Но он сам у нее есть в России. Всем привет. Выбачаюсь, трохи. Запизнелась. Дякую. Женя, ты что-то хотел у Марины спросить? Я ничего не хотел у нее спрашивать. Я исключительно по делу. Судя по всему, дело весьма деликатное. Ну, по делу так по делу. Так, к нам обратился адвокат Эдуард Вознесенский. Он утверждает, что его жена во время соития превращается в демона. Ну, что тут удивительного? Даже так круто, когда люди пытаются освежить семейные будни. И обрасти для этого чешуей? Эдуард опасается за свою жизнь. Это существо, этот демон, лишает его сил. А ты думаешь, чего я до сих пор не женился? Ну, что ты натякаешь? Загреться не смешно. Я думаю, что это может быть галлюцинация, або дружина так его залякает. Все стандартные версии уже проверили, включая психиатра. А жена утверждает, что она в такие игры не играет. Все люди врут. Согласен. Поэтому вы этим займетесь. Проверите все, Марина. Ну, для начала, обстандартный набор анализа, пробы, ну и так далее. Я тебя подвезу, если ты не против. Звез на ней. Мы не будут дужи приемы. Эдуард ждал нашего приезда с нетерпением. А вот его жены дома не оказалось. Она со своей группой по йоге проводила уикенд за городом. Это ваша родина? Да, это моя жена Инга, сын Никиты. Ну, он сейчас отдельно живет. Я так понимаю, сын ничего не знает? Пока что нет. Поэтому я и пригласил вас, и хотел с вами поговорить и посоветоваться. Скажите, а вы счастливы в шлюбе с дружиной? Конечно. Если так можно сказать, после 20 лет супружеской жизни. Единственное наше различие, это то, что Инга увлекающийся творческий человек. Интересуется эзотерикой, мистикой. А я в это не верю. Расскажите, пожалуйста, какомога детальнейше, что самое случилось с вашей дружиной? Понимаете, последнее время она стала носиться с такой идеей, что после 40 лет ее ждет какое-то перерождение. Ей об этом духовная наставница рассказала. А что за духовная наставница? Вы имеете на увазе религии? Ну, можно и так сказать. Инга посещает курсы духовного развития для женщин. Лекции, медитации, ну, и всякое такое. Я думал, что это очередное ее влечение. Но после дня рождения Инги все это и началось. Милый, мне кажется, я стала совсем другая. Ну, не знаю. По-моему, ты, как всегда, прекрасный. Ты правда так думаешь? Иди ко мне, и я тебе это с радостью докажу. Нет, ну, правда. Со мной что-то происходит. Я чувствую во себе такую силу. Это замечательно. Ну, ты покажи мне ее. Сам захотел. В тот момент я будто потерял власть над собой. Я не мог сам пошевелиться. Я делал все, что Инга мне говорила. То есть не она, а то чудовище, которое в нее вселилось. Но самое страшное было потом. Вдруг Эдуард увидел, что Инга покрылась зеленой чешуей. Это была не его жена, а настоящая дьяволица. Что ты делаешь? Я голодна. Ты отдашь мне свою силу. Да. Я почти сразу отрубился. А утром проснулся уже в кровати. И я не помнил, как я там оказался. У меня действительно не было сил. Такое ощущение, как будто мою жизненную энергию действительно кто-то выпил. Проснувшись утром, Эдуард подумал, что вчерашние события вызваны алкогольным отравлением. Он накануне крепко выпил. Но потом мужчина увидел на своем теле царапины. После этого вы разговаривали с дружиной? Как она все это объясняет? Говорит, что плохо помнит, что все было как в тумане. Что просто был бурный секс. Ну, может, она и права, и вам просто все просто... Показалось? Так. Ничего подобного. Когда я наутро с ней разговаривал, мне показалось, что она что-то скрывает, недоговаривает. А когда у нас через пару дней снова дошло до секса, в этот раз я был абсолютно трезв. Эдуард рассказал, что его супруга буквально на глазах снова превратилась в демоническое существо, покрытое отвратительной чешуей. И эта дьяволица опять забирала у него жизненную силу. Эдуард воспользовался моментом и спрятался в ванной. Дьяволица последовала за ним. Он еле удерживал дверь. Только через час за дверью все стихло. Когда я вышел, Инга уже спала. А дверь выглядела так, как будто через нее пытался вломиться дикий зверь. Да она и сейчас так выглядит. Ну, не могла моя хрупкая, нежная жена такого сделать. Ну, не верите? Сами посмотрите. А этого разу, Инга, вам что-то объяснила? Сказала, что ничего не помнит, что волна накатила, потом темнота. Но я ей не верю. Она что-то скрывает. Она раньше ничего не скрывала, не врала. С ней явно что-то не то происходит. Эдуард, я перепрошую, але, если все так серьезно, и вы действительно боитесь за свое життя, то почему вы не пидете от дружины? Вы имеете в виду развод? Но ведь я же люблю ее. Это же не она все делает, понимаете? У нас сын, семья, мы счастливы были. Я не хочу все это потерять. Але життя дорожче. Я все же хотел попытаться справиться. Для этого я вас и пригласил. А вы не думаете, что дружина навмисне все вам робит? Ну, я маю на увазе, лякает. Каким образом? Как она могла за долю секунды поменяться, покрыться чешуей? Ну, все ж таки. Можливо, в ней были какие-то причины вам помститься. Например, последним часом были какие-то сварки, конфликты. Я же вам говорю, у нас в семье все в порядке. Если бы еще этот центр ей мозги не пудрил. А вы имеете на увазе центр духовного разведка, про который вы говорили, так? Ну, не знаю, что это за центр, какой духовностью они там занимаются. Но знаете, где я видел демона, в которого она превращается? В ее конспекте из этого самого центра. По словам Эдуарда, обычно жена не любит рассказывать подробности своих посещений центра. Но недавно ему удалось заглянуть в ее записи. Я в офис, а потом в суд. Буду поздно, меня не жди. Милая. Ты напугал меня. Извини, я на работу. А кто это? Иракунда. Демоница, защитница, женщина. А зачем она тебе? Я свою жену могу и сам защитить. А кто защитит твою жену от тебя? Знаешь, Инга, этот центр плохо на тебя влияет. Они там мужененавистницы. Они тебе мозги полощат. Это все добром не закончится. А ты веди себя хорошо. И все будет в порядке. Я сопоставил факты. Разговоры о ее предстоящем перерождении, шуточные угрозы, изображение демоницы. Но я не мог поверить, что это происходит на самом деле. Вы знаете, похоже, что ваша дружина действительно на что-то ображена. Это все этот чертов центр. Внушили ей, что я враг. Чисто на основании того, что я мужчина. То есть вы считаете, что этот женский центр может быть как-то причинен к тому, что появляется демон? Хотел бы я ошибаться, но боюсь, что это так. Тогда нам нужно какомога быстрее поговорить с Ингой. Да, конечно. Она вечером будет в Киеве. И еще таке вопрос. Напередодні всех этих событий у вас не было какого-то нервового стресса, потрясения? Не поехала ли у меня крыша? После первого раза я прошел всех врачей. Когда они ничего не нашли, я даже на всякий случай посетил психиатра. Вот результаты анализов и заключения. Я здоров. Я пометила, вы пьете много воды. Да, мой тренер порекомендовал пить побольше воды, особенно после тренировки. Вода чистая, родниковая. Хотите? Нет, спасибо. Вы принимаете какие-то леки? Ну, разве что аспирин. Добре. В таком разе, если вы не против, я возьму у вас кровь на анализ. Проверю домик и, кто знает, может, таемницу демониции иракуды мы раскроем раньше, чем сподевались. Делайте то, что посчитаете нужным. Лишь бы этому нашлось разумное объяснение. Я уже начинаю переживать за свою жизнь. Итак, по версии адвоката Эдуарда Вознесенского, его жена во время секса перевоплощается в демоницию иракунду. Мужчина боится, что рано или поздно она убьет его. Судя по медицинской карте, он абсолютно здоров. Если Марина подтвердит, что в доме нет галлюциногенов, значит, ему не мерещится. Тогда что это? Кто-то специально его запугивает? Но кто и зачем? Это происки конкурентов? Вполне возможно. Но более вероятный, мне кажется, личный мотив. Ведь демон является Эдуарду исключительно во время секса. и почему он видит именно иракунду? Что это вообще за персонаж? Чтобы разобраться в этом вопросе, я пригласил эксперта. Иван Петренко, кандидат исторических наук, сотрудник Института археологических исследований и истории мифологии. Иракунда это очень древний, но мало известный демон. И он действительно защитный женщин. Информации о нем действительно немного. Единственное, что смог найти, это что иракунда в переводе с латыни означает страстный. Саме так. За легендой она очень любила секс, но не имела своего собственного тела. Для этого она использовала тела других женщин. Но для этого обязательно было отримать их сгоду. И за женщины вызывали иракунду и тогда она могла вселиться в их тело в частности акта. И чем же это грозило мужчине? Втратой житей сил, а даже смертью. В общем, иракунду вызывала женщина, которая хотела покарать человека за какую-то тяжкую правину. И для этого она надавала иракунде свое тело. Понятно. А у мужчины есть какая-то возможность защитить себя? Вы знаете, про это не збереглось никаких данных. Останние дописы про иракунду датуются 5-6 столетия нашей эры. Христианство майже полностью вытеснило языческие культы, но, судячи за всему, последователи культа иракунды существуют и ныне. Адвокат Эдуард Вознесенский утверждает, что во время супружеской близости его жена превращается в демона. Она покрывается чешуей и забирает у него жизненные силы. Инга якобы перевоплощается в демоническую иракунду, которая карает мужчин. Так что же на самом деле происходит? Моя помощница отправилась в Центр Духовного Развития женщин, которые посещала Инга, и встретилась с его руководителем. А это вы сами тут облаштовывали? Понимаете, мы не занимаемся оккультными практиками. А это вы рассказывали Инзи про иракунду? А еще буддизме, медитативных практиках и многом другом. Иракунда просто пример того, что многие женщины ищут защиты от мужчин. И чтобы наши гости знали, они не одиноки в своих проблемах. Тогда им будет легче принять нашу защиту и поддержку. Захист от равнодушие, отчуждение, насилие в семье, измен. И у каждого свои проблемы. Мы своего рода центр психологической помощи. И все это исключительно ради того. А отчего шукала защиту Инга? Это врачебная тайна, извините. Я ни с кем не могу об этом говорить. Вы знаете, ее человек ствердит, что вы налаштовываете ее против него. Поверяю вас, мы поддерживаем семейные узы. Но иногда муж я сам все делаю для того, чтобы разрушить. Насколько я знаю, Эдуард очень любит свою женщину и боится ее втратить. Не воспринимайте все так буквально. Насколько я знаю, там немалую роль играет материальный интерес. Муж Инги известный и влиятельный адвокат. К тому же, не знаю, как случилось, но все имущество и вся адвокатская практика мужа была переписана на Ингу. Делайте вывод сами. Пожалуй, это все, что я могу сказать без разрешения Инги. А еще одно. Скажите, пожалуйста, ваша психологическая допомога включает в себя ритуалы, травы, зилья? Ну, я же вам говорила, мы не оккультисты, не ведьминский круг. Я практикующий психотерапевт. А что для леков? Иногда в особо редких случаях Инга не нуждается в медикаментозном лечении и, похоже, она решила свою проблему. Почему мы это на у вас? Она очень изменилась в последнее время в лучшую сторону. Стала более увереннее в себе, жизнерадостнее, счастливее. И, как бы там ни было, это идет ей на пользу. Тем временем я попросил Евгения проследить за Эдуардом. А моя помощница встретилась с Ингой. которая как раз вернулась в город. Но то, что она рассказала Марине, только добавила нам загадок. Алло, Никитушка, сыночек, я тебе попозже перезвоню, хорошо? Давай, целую. Простите. Я думаю, что Эдик зря к вам обратился. Мы можем во всем разобраться и самостоятельно. А чему вы так вырешены? Можливо, вы знаете, что тут отбывается и сами до всего тела предшествия. Я не думала, что так все получится. Я хотела просто наказать его, покидаться с ним. А за что? А что вы за руку? Призвала демоницию иракунду и отдала ей на растерзание собственного мужа. Инга призналась, услышав об иракунде, она не могла успокоиться. Богиня заступница, способная отомстить мужчине за все обиды и унижения, это то, что ей было нужно. Инга перерыла кучу литературы и накануне своего дня рождения в одной старой книжке все же нашла нужный ей ритуал. Иракунда демонио liberарем вените протектор флагито поенам криминис лаесае маестатис маритус меус Вдруг в языках пламени Инга увидела силуэт мистической иракунды. Демоница показалась ей лишь на мгновение. Я сначала подумала, что мне показалось, но потом ночью, когда мы с Эдиком решили заняться сексом, я вдруг почувствовала такую силу, это существо было во мне, я это понимала. Оно меня полностью контролировала. Я побоялась Эдику об этом сказать, потому что это все изменяет. Я ее вызвала. А что ж такого, на кой ваш человек, что вы решили с ним так? Он не изменял постоянно. Думал, что я не догадываюсь. Я все знала, всегда знала. Когда он допоздна задерживался, когда он врал мне, когда он приходил с чужим запахом. А чего вы не пошли от него? Потому что любила. Потому что думала, что если он от всех этих женщин возвращается все время ко мне, значит, он меня тоже любит. И все остальное не имеет значения. терпел? Почему сам вы решили помстить с его? Потому что его последняя шлюха совсем обнаглела. Сначала она мне звонила и молчала в трубку. А потом начала писать смс и требовать, чтобы я ушла и не мешала их любви. Представляете? А вы разговаривали с человеком? Вы рассказывали ему про это? Нет. Я не хотела ссориться. Если бы он знал, что мне все известно, то дело бы дошло до развода. И вы решили лучше прислать демона? Я просто сорвалась. Я не думала, что так все получится. Я не хочу, чтобы Эдик убирал. Я все исправлю. Я еще раз проведу один ритуал, чтобы Иракунда вернулась туда, откуда пришла. Я не думаю, что справа в заклятях. До речи, мне нужно взять на анализ все ваши ритуальные предметы, которые вы использовали. Эдик не прикасался. Вы поверьте, Иракунда, она реальна. Скажите, пожалуйста, а это правда, что все маяно вашего человека и его фирмы записаны на вас? Ну да. А какое это имеет отношение к демону? Не возможно, никакого, но я не знаю. Тем временем наша слежка за Эдуардом наконец-то дала свои результаты. И похоже, интуиция меня не обманула. Алло, Андрей. Ситуация такая, к Эдуарду навстречу пришла женщина, и это не его жена. Евгений заметил, что спутница Эдуарда, воспользовавшись его отсутствием, добавляет что-то в бокал вина. Дайте сюда пузырек. Какой еще пузырек? Что вам нужно? Вы прекрасно понимаете, дайте сюда пузырек. или вам нужны проблемы с полицией? Что это, яд? Нет, конечно. В таком случае что? Приворотное зелье. Что? Какое еще к черту приворотное зелье? Господи, Тамара, я же тебе уже сказал, между нами все кончено. Так это ты меня для этого сюда пригласила, чтобы отравить? Да не хотела я никого травить. Я же говорю, это не яд. Я хотела тебе счастлив, потому что живешь не с той женщиной. И кто так решил? Ты? Ладно, разбирайтесь тут сами, а я, пожалуй, это отвезу в лабораторию. До свидания. Подождите, я с вами. Мне здесь делать больше нечего. Думаете, я не права? А что мне еще было делать? Счастье женщины зависит от нее самой. Если будешь сидеть как клуша, никогда ничего не получишь. Я привыкла всегда добиваться своего. Извините, что сразу не рассказал о Матамаре. Я понимаю, как это выглядит, но мы уже расстались. И к тому же я не думал, что она имеет отношение какое-то к этой истории. Не хотел, чтобы Инга об этом узнал. Поверьте, Эдуард, Инга и так все прекрасно знает о ваших похождениях. Господи, это вы ей все рассказали? Естественно, нет. Поверьте, все, что вы нам говорите сугубо конфиденциально. Надеюсь на это. Если честно, я вам рекомендую откровенно пообщаться с женой. И еще один вопрос. Скажите, ирокунда вам является только в теле жены или с другими женщинами это тоже происходит? Только с Ингой, да и нет никаких других. Тем временем я зашел в лабораторию к Марине узнать, готовили результаты исследований. Что там с этим зелем? Выяснило уже? Так, звісно, в ньому целый букет різноманитных трав и химических речевин. До речи, галлюциногены тоже есть. Например, миростицин и экстракт сальвии. То есть хочешь сказать, что мы раскрыли дело? Нет, я хочу сказать, что любая Эдуарда тут ни для чего. Ну, для хоть какогось галлюциногенного эффекта, все эти речевины нужно вживать в значительно большей концентрации. А как насчет вещей, при помощи которых Инга проводила ритуал, ты их проверила? Зверобей, материнка, крейда, звичайно, еще пшениця. Я навіть проверила ее особистые вещи. Парфумы, косметику, ну, до чего мог торкаться Эдуард. Ничего подозрелого. Кров у него тоже чистая. Но есть одна вещь, которая мне не совсем понимала. У бутильованной воде я нашла нитрати и фосфаты. Они могут объяснить видение Эдуарда? Не совсем. Галюцинации вызкликать они могут, но они проводятся тяжелым отруемом, а у Эдуарда только анемия и занепад сил. До того же бутиль, в котором была отрута, был не распакован. Но как это гадость попала в дом Вознесенских? Я помню, что случайно. Я тоже подумала. Поэтому зателефонировала Женя Эдуарда и все что касается занепады сил Эдуарда, я и не могу найти пояснение. Судячи с мистом холодильника, в них харчование сбалансировано. Сам Эдуард ведет здоровый способ життя. Анализ крови в норме. В медицинских картках ничего подозрелого. Ну, а сили в него ніби кто-то забирает дейсно. Секунду. Да, Эдуард. Я понял. Сейчас Женя к вам подъедет. Иракунда снова появилась. Мой помощник сразу же выехал к Вознесенским. Я ее чуть не убил. Кого, Иракунду? Да нет, Ингу. Я все сделал, как вы сказали. Пришел домой, поговорил с ней по душам. Я во всем ей покаялся. Она во всем призналась. Ну, то, что это она от демонов вызывала. Так вы поэтому ее чуть не убили? Да нет, ну, что вы! По словам Эдуарда, помирившись с ним, Инга, как и обещала, провела ритуал освобождения от Иракунды. После этого демоница должна была исчезнуть из их жизни. Иракунда, В тот вечер, в кое-то веки мы говорили с женой по душам. Ведь, несмотря ни на что, мы любим друг друга. она смогла переступить через свою обиду и простить меня. Я понял, что не хочу ее терять. Даже в медовый месяц мы не были так близки. Инга и Эдуард были уверены, что теперь плохое в их жизни уже позади. И они могут начать все с чистого листа. Но оказалось, и Ракунда так просто свои жертвы не отпускает. Думала избавиться от меня. Она отдала мне тебя. Ты мой! Где сейчас, Инга? В больнице. Я только что оттуда. Прошу вас, сделайте что-нибудь. Пока кто-нибудь из нас не умер. Не волнуйтесь. Мы во всем разберемся. Мы не с такими демонами справлялись. А вы что, собрались куда-то? Да, хотел переехать к другу. Если я здесь останусь, боюсь, что мы поубиваем друг друга. А Инга согласилась? Ну, вы же хотели наладить личную жизнь, начать все заново. Боюсь, что эта проклятая демоница нам выбора не оставила. И что самое интересное, некого обвинить в этом. Ведь сами во всем виноваты. Сами впустили ее в нашу жизнь. Итак, что мы знаем? Если жена Эдуарда говорила правду, то, похоже, в этой истории она пострадавшая. Зелье любовницы Эдуарда галлюцинаций не вызывает. Но не может же демоница и ракунда существовать на самом деле. Одна реалистическая зацепка у нас все же оставалась. Букет из нитратов и фосфатов в бутилированной воде. Как они туда попали? Их кто-то подмешал? Тот же человек мог ранее добавить в воду какой-нибудь галлюциноген. Это не объясняло, почему Марина его не нашла, но хоть какая-то ниточка. Если она никуда не приведет, придется и правда поверить в демонов. Есть прелюбопытнейшая информация. По поводу фирмы поставщика воды. Там работает курьером Степан Симоненко, родной брат Тамары, бывшей любовницы Эдуарда. Последний раз в дом Вознесенских привозил воду именно он. Ну, для простого совпадения это уже слишком. Поезжай на эту фирму и поговори с ним по душам. Ну, как ты умеешь. Будешь, сделаем. Уже через час Евгений был на парковке фирмы, доставляющей питьевую воду собственного производства. Ему повезло. Там он встретил Степана. И разговор с ним оказался очень любопытным и неожиданным. Что, с Глузды заехали? Не травил я того мудака. Но в дом Вознесенских воду поставляете именно вы. И мотив у вас был. В общем, ты мне или сейчас все рассказываешь, или я с этим еду в полицию. А их надо сюда вплутывать. Ну, привез я эту воду. Что с того? Я этому эдуку даже спасибо должен сказать, что он Томку кинув. Что бы ей светило? Потяганный бабей, а еще и женатый? Но ведь яд в воду как-то попал. Ну, доброе, я расскажу вам, только и обещаю, что никому не скажете. Бо нас звольняют всех чертовой матери. Обещаю. Это все случайно вышло. Клянусь. У нас биле сверловины есть склад Миндобрев. Там сталося ЧП. А сверловина, ну, не глубокая, понимаете? Угу. И каким-то образом это добро попало в воду. Точно. Начальство не хотело, чтобы это был скандал. И сверловину по-тихому закрили, воду повернули на склад. А той бутель, что у Вознесенских, он как-то загубился. Но я тут не до чего. Мне что дают, то я и везу. Или ты специально его припрятал? Наши мне так представляться. Я вам так скажу. Если хотите найти тех, кто имеет на Едика зуб, шукайте ближе. А ком бы? Про сыночка его. Они с ним, как кишка с собакой. Я думаю, все через матерь. Степан рассказал, что однажды стал случайным свидетелем бурной ссоры между отцом и сыном. Ты уже сюда их водишь? В вашу с мамой постель? Да как ты можешь так с ней обращаться? Не знаю, что тебе приснилось. Ты успокойся лучше и не устраивай эстерин. Мои друзья видели тебя с какой-то шлюхой возле нашего дома. А если бы мама вас заметила? Тебя это, по-моему, не касается. Это наше с мамой дело. Значит так. Я тебе не позволю с ней так обращаться. Слушай меня внимательно. Предупреждаю. Завязывайся своими шлюхами. Хлопца тоже можно зрозуміти. Он же взрослый. Все видит, все понимает. Но между нами, если бы мой маленький так со мной разговаривал, я бы его убил, может быть. Мы узнали, что Никита учился на химическом факультете. Неужели это он отравил воду, которую доставляли в дом его родителей? Вы это серьезно? Батю я ненавижу, согласен. Но мать-то его любит. Она же с ума сойдет, если с ним что-то произойдет. Ну, а может быть, у тебя терпение лопнуло. И ты решил, что ей будет лучше без него? В больницу я мать точно бы не отправил. Слушайте, а вы серьезно думаете, что все это кто-то подстроил? Или твоя мать вызвала демоницу, которая в нее селилась? Тогда выходит, батя реально допрыгался. Вот идиот, если я прав, то все гораздо хуже, чем вы думаете. И ему грозит реальная опасность. О чем ты? Я видел его кое с кем сегодня днем. Думал, что обознался, но на самом деле это она. Ее Лина зовут или звали пять лет назад. По словам Никиты, пять лет назад его отец защищал бухгалтера крупного предприятия. Его обвиняли в хищении. Лина была его дочерью. Вначале говорил батя, что дело плевое. Бухгалтера директора подставили, еще кто-то я точно не помню. Доказательств против него было мало, но отец все равно умудрился проиграть. И бухгалтера посадили? Да, и причем надолго. Не знаю, правда папаша облажался или нет, на бухгалтере вся его семья винили его. Ты уверен, что это та самая девушка? Ну, дочка бухгалтера. Да, это она. Она изменилась, правда, немного. А батя ее не узнал, видимо. Римма, солнышко, мне нужно еще собираться. Созвонимся попозже. Хорошо, я рада, что все так случилось. Увидимся вечером. И как вам этот красавец? Еще вчера обожился матери, что с изменами покончено. Умолял дать еще один шанс. А как только она угодила в больницу, он снова с другой. Его даже могила не исправит. Найти в Киеве девушку только по имени и описанию внешности оказалось делом непростым. Но к утру Кухаренко нам все же добыл ее адрес. Оказалось, отец Лины и правда сидит за растрату. Я немедленно отправил к ней Евгения. Евгений так резко начал разговор, что девушка испугалась и отпрянула. Помогите! Отпусти, идиот! Я сейчас полицию вызову. Вот прекрасно. И все и расскажешь. Как изводила любовника и его жену. Так вы здесь из-за Инги? Это она вам нажаловалась? Лучше бы сказала мне спасибо за то, что я открыла ей глаза. Все, что я ей написала, это правда. Написала где? Ну в СМС. Вы же здесь из-за этого. Я сначала хотела звонить, но храбрости не хватило. И я стала писать. А когда это не сработало, пошли дальше. Решили отомстить Эдуарду за отца. Как вы заставили его поверить в Ираконду? Разыграли спектакль. А поили чем-то? Да ничего я ему не делаю. Я никому не собиралась мстить, я клянусь. По словам Лины, она встретила Эдуарда случайно. Полгода назад. Было очевидно, что мужчина ее не узнал. И девушка решила не называть ему свое имя. Он сам ко мне подошел, и я решила, что это мой шанс. Шанс отомстить? Господи, да нет же, я вам говорю, я понимаю, что это глупо, я должна его ненавидеть. Но я еще тогда, пять лет назад, в него влюбилась. Когда Лина снова встретила Эдуарда спустя столько лет, в ней вспыхнули прежние чувства. У них завязался роман. У меня дома есть очень хорошее вино. Друзья из Альзасы привезли. Я думаю, тебе понравится. Я хотела рассказать ему правду, но я побоялась все испортить. Но я не собиралась ему мстить, честно. Хорошо, допустим, это не месть. Но у вас есть и другой мотив, достаточно веский. Ну и какой? Разбить семью, увезти знатного мужика. Но вы же для этого доставали Ингу по телефону. Господи, да я хотела просто слегка ускорить процесс. Их браку и так уже давно конец, он не спит с женой. Но тут вы как раз ошибаетесь. Он мне сам сказал, что не хочет ее. А если они уже давно не спят вместе, то тут и ежику понятно, что скоро разбегутся. И безо всякой эракунды. Итак, Лина уверяет, что любит Эдуарда много лет. И даже не помышляла о мести. Вполне вероятно, она лжет. Но, к сожалению, у нас нет против нее ни одной улики. Как она могла провернуть весь этот спектакль с превращением Инги в демоническую эракунду? Подсыпать что-то Эдуарду? Но Марина ничего не нашла. Сыграть роль эракунды она тоже никак не могла. Тем более, похоже, девушка действительно была уверена, что брак Эдуарда на грани распада. И все-таки что-то в ее словах никак не давало мне покоя. Андрей, помнишь, я тебе сказала, что меня непокоят за неподсил и анемия Эдуарда? Да-да, и что, ты нашла причину? Нет, пока не нашла. Но я консультировала с специалистом, и он сказал, что такой стан может провокировать вживание некоторых речевин, которые вымывают залезу и другие полезные речевины из организма. Но Эдуард говорит, что принимает только аспирин. В том и той речи, ни в его аптече, ни в крови я не нашла ничего подозрелого. Хотя за анализом крови, на жаль, не все можно выявить. А есть приблизительный список этих препаратов? Что это может быть? Это могут быть растительные препараты, которые нормализуют работу сердца, або для потенции. Для потенции? Для потенции. Ну, а судячи с количеством любителей Эдуарда, это ему навряд ли не загрожает. Мне кажется, я знаю, в чем причина. Адвокат Эдуард Вознесенский утверждает, что во время супружеской близости его жена превращается в демона. Она покрывается чешуей и забирает у него жизненные силы. Инга якобы перевоплощается в демоническую ирокунду, которая карает мужчин. У Эдуарда несколько любовниц. Однако мистические события происходят исключительно во время близости с женой. И мне кажется, я уже знаю, почему. Эдуард просто не любит свою жену. Чтобы проверить мою версию, нужно было вызвать Эдуарда на откровенный разговор. Я доверил это Евгению. Но Эдуард все равно категорически отрицал мои подозрения. Вы что, с ума сошли? Это по-вашему получается, что у меня проблемы с потенцией? А вы будете отрицать это, рискуя собственной жизнью и жизнью жены? Да при чем здесь наши жизни? Что за бред? Если я даже и принимаю какие-то препараты, то к появлению вот этой самой вот ирокунды это никакого отношения не имеет. То есть все-таки принимаете? У каждого в жизни периодически с этим возникают проблемы. Но вы же понимаете, что обсуждать это не принято. Надеюсь, что моя жена об этом не узнает. Вы боитесь, что ваша жена узнает, что без препаратов вы на нее даже смотреть не можете? Поверьте, если вы эти лекарства дадите нам на экспертизу, от нас она точно ничего не узнает. Надь и проверяйте. Ну, уверяю вас, эти таблетки к этому никакого отношения не имеют. Это натуральный растительный препарат, никакой химии. Мне его друг посоветовал. Это уже экспертиза покажет, что имеет отношение, а что нет. И что вам посоветовал знакомый. До свидания. До свидания. Поймите правильно, у меня не было выхода. С другими женщинами все в порядке. А с Ингой никак. Ну, не мог же я ее оставить без секса. Иначе бы она ушла от меня. А развод, ну, это было бы трагедией. По разным, по очень разным причинам. Итак, вот она, разгадка всей истории. Моя помощница провела необходимые исследования. И мои подозрения подтвердились. Причина появления демонической ирокунды – таблетки для повышения потенции, которые Эдуард принимал каждый раз перед близостью с женой. Марина обнаружила в этом препарате большую концентрацию вуаканги. Это растение использовалось племенами Африки как сильное возбуждающее средство. Однако пользоваться им нужно умеючи и в очень умеренных дозах. Вуаканга не только помогает мужчинам, но и вызывает очень сильные галлюцинации. В больших концентрациях вуакангу применяют в своей практике африканские колдуны. Исследователи считают, что это вещество помогает легко проникнуть в бессознательное, скрытое в глубинах нашей психики. При этом оно быстро выводится из организма, и в крови его обнаружить невозможно. В случае с Эдуардом Вуаканга вытянула из его подсознания чувство вины по отношению к жене и во много раз усилила неприязнь к ней. Так и ожила демоница-защитница обиженных женщин из конспекта жены. Регулярный прием вуаканги вызвал у Эдуарда не только галлюцинации, но и анемию, и упадок сил. Ну а что насчет Инги? Она же таблетки для повышения потенции не принимала, а и Ракунду тоже видела. А с нею злий жарт це зіграла її бурна фантазія та сильно образа на человека. Вона так хотіла йому помститися, що дійсно повірила в свій ритуал, повірила в демоницію Ракунду, що робила її сильнішою, розкутішою, хоробрішою. Все дело в самовнушенні. А що тепер будуть робити Вознесенський розведуся, що? Уже. Інга, як тільки узнала, що Эдуард не здержав слова і продовжувався з Ліною, тут же подала на развод і не збирається оставити його нічим. Ну, як на мене, то все цілком справедливо. Тим не мене, послідствия появления мистической демониці оказались вполне реальними. Нашим героям придется как-то с этим жить.